Все, что мы создаем, чтобы подчинить себе стихии, построить новый, не данный нам более случай и безрассудной природой, а собственный мир, мир больших городов и маленьких людей с большими мечтами, мир ослепительных снов и неукротимых возможностей, мы строим с помощью технологий, все более сложных и совершенных. Но они все та же тонкая пуповина, которая питает нас и едва удерживает от падения в бездну первородной стихии, где человек был один на один со слепой и беспощадной природой, где все, что давало нам шанс прожить еще один день, это первозданные страсти, животные инстинкты, накопленные миллионами поколений эволюционные наследия, эти скрытые глубоко внутри нас первобытные стихии. И сегодня мы видим, как они вырываются наружу, являют свой оскал, когда мы слишком близко подходим к краю бездны. Это может пугать, и это нормально. Но еще в такие моменты мы подступаем к пределам человеческих возможностей, когда стоим у черты, за которой сами не знаем, на что мы на самом деле способны. Одна из таких первородных и озаряющих бездны — океан. Сегодня необычный ролик, без рубрики и формата, он на скрытых способностях нашего тела, унаследованных с тех времен, когда наши предки жили в воде и водой. И о других откровениях, которые таит океан, стоит погрузиться в него с помощью науки и технологий. Я посвящаю этот ролик всем тем, кто сегодня чувствует себя словно посреди бездны. Крис Лимон так вспоминал те минуты. Послышался очень громкий взрыв, после него мгновенно наступила абсолютная тишина. Вокруг была кромешная тьма. Я понимал, что нужно найти коллектор скважины и забраться на него, чтобы меня смогли найти. Но я не знал, где я, я ничего не видел, и я начал паниковать. Если пойду не в ту сторону, мне конец. В тот момент Крис находился на дне Северного моря, на глубине около 100 метров. Только что оборвалась единственная нить жизни, нечто вроде пуповины, связки шлангов, по которым подавалась смесь газов для дыхания, горячая вода для обогрева костюма, похожего на скафандр, ток для фонарей и там же пролегал кабель связи. Такая витая нить тянулась Крису от водолазного колокола, платформы, с которой происходит погружение на большие глубины. Она же единственная надежда на спасение, и вместо ее фонарей сейчас все окутала тьма. Судно с колоколом сносило штормом на сотни метров в сторону. В обычное время это не проблема, но сейчас отказали все три элемента системы динамического позиционирования. Это она позволяет судну свисать над нужной точкой, несмотря ни на какие волны и течения. У Криса остались лишь два баллона за спиной, там запасы дыхательной смеси ровно на пять минут. Две минуты ушли на то, чтобы забраться на многометровый выступ подводной нефтяной скважины, которую он сегодня чинил. Последние три минуты водолаз лежал и всматривался в тьму в надежде, что команда сумеет вернуться и найти его. Но вот шла уже шестая или седьмая минута, Крис терял счет времени, он словно в кино стал видеть яркие кадры всего, что ему было так дорого, и он вот-вот навсегда потеряет. Жену, дом, который они построили только наполовину. В эти мгновения на суде еще только пытались перезапустить систему позиционирования и едва-едва начинали медленный маневр для разворота. Никто в команде не произносил вслух, но те, кто должны были спуститься за Крисом, готовились уже не спасать друга. А поднимать его тело. Но почему пока был запас в баллонах, Крис просто не поплыл наверх? Почему он просто ждал, что с ним будет дальше? Если бы он так сделал, его кровь просто закипела бы. Как-то один профессор, который уже несколько месяцев находился на единственной сегодня активной подводной научной станции, ради забавы дал пробу своей крови водолазу, который прибыл на подводную базу всего на полчаса. Она всего в 20 метрах от поверхности, это примерно 5 этажей вниз. Когда пробирку подняли на поверхность моря, у нее сорвало крышку. Кровь бурлила, и воздух в пробирке расширился вдвое. То же самое, только уже не вдвое, а в 10 раз сильнее случилось бы в теле Криса во всех органах, от артерии и мышц до сосудов в мозге и даже в клетках нервной системы. Из крови ткани лавинообразно стали бы выделяться пузырьки газа, и скорость процесса такая, что ткани начнут просто повреждаться. Водолаз может почувствовать сначала острую чесотку или недомогание, а следом головокружение, боли по всему телу, вплоть до потери сознания и паралича. Это называется газовая эмболия, и чем быстрее поднимаешься с глубины, тем скорее могут появиться ее симптомы. Но все это еще надо успеть пережить, потому что первыми, скорее всего, лопнут легкие. На глубине под давлением сжимаются не только газы, но и многие мягкие ткани. Уже в 20 метрах от поверхности легкие уменьшаются на треть. Крис находился почти в 100 метрах под водой. Стоит при подъеме с такой глубины хотя бы на секунду задержать дыхание или вдохнуть недостаточно сжатый воздух, произойдет что-то вроде этого. Так что, находясь всего в 100 метрах от спасительной поверхности, Крис был так же далек от спасения, как космонавт, оставшийся посреди космоса с оборванными тросами. Даже если рядом Земля, ты можешь только смотреть на нее, но не можешь вернуться домой. Судно запустили робота-батискафа, чтобы найти Криса, пока экипаж борется с системой навигации и пытается встать над местом аварии. Сейчас вы видите кадры, сделанные в те самые минуты. Крис кажется еще в сознании. Он попытался махнуть рукой на прощание, или это были судороги, непонятно. Когда судно удалось вернуть и напарнику спуститься за Крисом, прошло уже около 40 минут. По всем медицинским стандартам, уже через 8-10 минут после последнего вздоха наступает необратимая смерть мозга из-за недостатка кислорода. Нейроны погибают стремительно, массово и бесповоротно, а запаса в баллонах Криса было лишь на 5 минут. То есть уже минимум 25 минут он находился в состоянии смерти. Несмотря на всю эту простую и беспощадную арифметику, старший в команде водолаз сделал несколько вдохов Крису и стал отчаянно откачивать. Они дружили с семьями уже много лет, и он не знал, что бы сказал его жене. То, что произошло дальше, многие мировые СМИ назвали чудом. Водолаз сделал первый судорожный вдох, следом другой, закашлялся, жизнь стала возвращаться в тело. Он едва соображал, что происходит, но был не просто здоров, а цел, мог пока с трудом говорить и двигаться, а значит мозг оказался не поврежден, по крайней мере серьезно. Много лет этому не было убедительных объяснений, и только в этом году вышло большое исследование, где авторы собрали все материалы об этой аварии. Оно въедливо и довольно скучное, потому что события восстановили по записям и документам поминутно. Но если коротко, спасение Криса – это смесь удачи и профессионализма. В тех обстоятельствах все действовали максимально точно. Это не гарантировало ничего, но шансы повысило настолько, что этого хватило. Ответили исследователи и на главный вопрос. Как же Крис воскрес невредимым после столь долгой клинической смерти? Те, кто смотрел мой ролик о воскрешении свиней, могут вспомнить историю девочки, выжившей после трех часов с момента остановки сердца. Как и тогда, помогла ледяная вода. Оставшись без обогрева гидрокостюма, Крис начал замерзать. Там температура воды была около 3 градусов. Когда же водолаза подняли, температура его тела была в пределах 28-27 градусов. Из-за этого замедлились все обменные процессы в организме. Он меньше расходовал кислорода. Но этого все равно было слишком мало, чтобы вернуться к жизни без повреждения мозга после такой долгой клинической смерти. И тут есть еще одна неочевидная деталь, на которую обратили внимание исследователи. Кислород, растворенный в тканях тела из-за большого давления под водой на глубине. Дело в том, что Крис и его коллеги не простые дайверы, а сатурационные. Судно, на котором они работают, построено вокруг главного элемента — системы избарокамер. Водолазы отправляются на работу в эти камеры на многие недели, словно космонавты на миссию на космическую станцию. Сначала там их тела привыкают, насыщаются газами под давлением. Дышат они постоянно смесью гелия и кислорода. Именно из-за гелия голоса всю миссию будут звучать, как в мультике. И это странно слышать с непривычки на записях переговоров во время самых драматичных моментов аварии и спасения Криса. И вот так в этих камерах, словно на космической станции, люди живут и оттуда же, на специальных платформах, похожих на лифты, их называют колоклами, выходят в бездну. То есть спускаются на глубину. Стоит давлению радикально упасть, и люди могут погибнуть от баротравмы. Давление в камерах постоянно поддерживается такое же, как на глубине, где работают водолазы, 100 метров. А там давление в 10 раз больше, чем на поверхности. Поэтому перед каждым погружением водолазам уже не надо адаптироваться, и на глубине можно работать часами, без вреда для организма. Когда миссия заканчивается перед выходом из камер, нужно около суток, чтобы пройти декомпрессию. Для этого в барокамере давление снижается постепенно. Пузырьки газов медленно в теле выделяются, и все лишнее, без вреда, выводится через легкие. Так вот, растворенные в жидкостях и тканях газы, возможно, и поддерживали жизнь в клетках тела Криса, когда сам он уже перестал дышать, потому что было нечем. Если бы он был обычным дайвером, который только-только погрузился с поверхности, такая заначка у него просто не успела бы накопиться. Но окончательно подтвердить свою догадку ученые пока не могут, потому что для этого нужно было бы иметь доступ к крови водолаза в тот момент, или провести подобный эксперимент в похожих условиях, что, конечно, недопустимо. Но если бы все-таки они это сделали, это было бы не ради утоления праздного любопытства. Открытия, которые ученые и самоотверженные энтузиасты делали от тела человека и его возможностей, когда мы только начали покорять глубины океанов, оказались важны не только для изучения подводной бездны, но и для освоения космоса и даже создания баз на других небесных телах. Удивительно, но пловцы без снаряжения могут погружаться туда, где Крис чуть не погиб при всем своем оснащении, на 100 метров и намного-намного глубже, на дном дыхания. И делают это люди с древности. Вот почему НАСА продолжает проводить исследовательские миссии на подводных станциях. И это не просто тренировка с имитацией невесомости. Это нечто более важное и сложное. И вот почему меня поразила новость последних недель о том, что внук Жака Ива Кусто, одного из величайших исследователей океана, чьи путешествия и фильмы остаются одним из самых волнующих воспоминаний моего детства, начинает строительство сети подводных исследовательских станций в Мировом океане. Это же что-то вроде небольших подземных поселений. Но обо всем этом я расскажу дальше, после короткой новости, без которой, ну, просто не понимаю, как мы с вами до сих пор жили. Наконец-то, главное, хотя и не по заголовку, теме ролика. Ученые, наконец, почитали, сколько на планете муравьев. 20 квадриллионов. То есть примерно 2,5 миллиона на человека. А если по массе оценивать, то все вместе 20 мегатонн, что примерно как две знаменитые пирамиды в Гизе. Масштаб исследований впечатляет. Биологи объездили почти полторы тысячи мест, чтобы провести перепись, учитывая разные среды, тропики, леса, полупустыни. В разных условиях муравьи живут и плодятся с разной степенью ажиотажа. Исследователи, конечно, не каждому муравишку перебирали, а использовали математические модели, которые позволяют оценивать количество чего-либо, не зная его в точности. Так что на практике муравьев, скорее всего, больше. 20 квадриллионов – это умеренная оценка. Зато такая перепись позволит сравнить лет через 10 с данными, полученными теперь. Серьезные изменения в популяции разных видов насекомых могут, как симптомы болезней, указывать на какие-то серьезные изменения в экологических системах, где они обитают. Такой вот еще один природный градусник. Собрать данные мало, нужно понимать, что с ними делать, чтобы на их основе принять качественные решения. Ученые тем самым дают возможности, а общество и государство уже решают. Для бизнеса это вовсе часто вопрос выживания и роста одновременно. Вот почему он охотится за профессиональными аналитиками данных. Тем более, данных становится все больше и их накопление ускоряется. Если вы хотите научиться работать с данными и сделать это своей профессией, обратите внимание сразу на три программы онлайн-сервиса цифровых профессий Яндекс.Практикум. Они все для новичков в IT, чтобы вы могли стать уверенным джуниором и дорасти до мидла, а потом и до сеньора. Отличаются программы длительностью, интенсивностью, количеством практики и кейсов в портфолио после окончания обучения. Вы с каждой из них можете ознакомиться базово на бесплатной вводной части, на практике решить пять кейсов, и это поможет выбрать вам программу. Очень коротко о каждой. Аналитик данных Bootcamp лучше всего подходит тем, кто спешит скорее начать работать по профессии. Четыре месяца очень плотной подготовки, около 40 часов в неделю, и затем можно сразу искать вакансии на стартовых позициях. Аналитик данных — это основная программа на 6,5 месяцев по 15 часов в неделю. Есть возможность передохнуть и параллельно еще работать или учиться. На выходе у вас будет 14 учебных и два реальных проекта от заказчиков, что важно для портфолио. Расширенный курс «Аналитик данных плюс» — это уже 12,5 месяцев подготовки. Там все, что в двух других программах. Но есть еще дополнительные занятия от экспертов и намного больше практики. Плюс персональное сопровождение при устройстве на работу. В Яндекс.Практикум обучение на всех трех программах проходит онлайн. На виртуальных тренажерах, где набирается опыт в работе с данными, а закрепляется на проектах. От начала до конца помогают наставники, преподаватели, отдельная команда ревьюеров, кто смотрит, что и как у вас получается в проектах, и кураторы, которые поддерживают во время всего курса. Словом, продуманный подход с разными опциями. Изучите их внимательно. Переходите по ссылке. Там можно будет попробовать, что это такое. Пройти вводную часть любой из этих программ 10 часов бесплатно. И выбрать для себя наиболее подходящую. Используйте промокод САЙВАН со скидкой 5% на полную версию курса до 20 октября. И принимайте осмысленные решения. Начинайте новый этап в своей жизни. Еще недавно по историческим меркам врачи и физиологи считали, что утонувшие люди вовсе не умирают, а впадают в состояние особого оцепенения, из которого их можно вывести, если понять, как оно работает. Поэтому в конце 18 века молодой талантливый английский ученый Эдмунд Гудвин стал придумывать целые серии экспериментов с утоплением животных. Он обнаружил сначала на утках, а потом и на ящерицах, что у всех при погружении в воду с головой сердцебиение начинает замедляться. Это было неожиданно и совсем нелогично. Почему замедляется, если подопытные испытывают жуткий стресс из-за нехватки воздуха и всех попыток сделать хотя бы еще один вдох? Странный феномен тогда так и не смогли объяснить, для этого не хватило научных знаний, поэтому о нем просто забыли. А загадки вспомнили вдруг, спустя 230 лет, из-за выходки азартного итальянского пилота. В 1949 году лейтенант Раймондо Буше поспорил с другом, что сможет на одном дыхании спуститься на дно озера, а это 30 метров, забрать у ожидающего там друга с аквалангом пакет и подняться наверх, не делая ни одного дополнительного вдоха. На кону стояли большие деньги, 50 тысяч лир, с одной стороны, а с другой верная смерть. Если бы об этом паре узнали врачи, физиологи или хотя бы физики, они бы заранее уточнили у Буше место и время похорон, потому что он не должен был выжить хотя бы по одному из фундаментальных законов физики, закону Бойля. При постоянных температуре и массе газа произведение давления газа на его объем постоянно. На языке простых смертных это означает, что с каждым метром погружения давление воды на легкие возрастает, они сокращаются в объеме, а дальше посчитать несложно. Как раз на 30 метрах легкие должны были бы разрываться. Буше совершил погружение и вернулся живым. Его друг сам отдавал пакет на дне, поэтому не мог не признать свое поражение и честно выплатил награду. Но именно этот заплыв привлек внимание исследователей с середины 20 века и заставил искать ответы. Как такое возможно, вопреки всему, что мы тогда знали о теле человека? Так ученые откопали в библиотеках забытое открытие Гудвина и нашли еще несколько похожих трудов. Шведский ученый Пер Шеландер набрал группу волонтеров. На каждом закрепил электроды, чтобы отслеживать пульсы и отдельно приборы для забора крови прямо в воде. Добровольцы погружались в огромный резервуар, а Шеландер снаружи наблюдал за тем, как меняются показания пульса. Он замедлялся, чем глубже опускался человек. У самых опытных ныряльщиков он доходит до 20 ударов в минуту. Это в три раза меньше, чем у человека в норме, в покое, на суше. Такой пульс на поверхности для врача – верный признак, что пациент находится между жизнью и смертью, а счет времени может идти на минуты. Такое аномальное состояние, когда меньше 60 ударов в минуту, называется брадикардия. В это же время от органов, которым не критична доставка кислорода, кровь отливает, сосуды сжимаются, и приливает она все сильнее к самому важному – мозгу, сердцу и легким. Это другой, скрытый в обычное время защитный механизм, который обнаруживается в нас на глубине. Кровь – жидкость, а не газ, поэтому она уже так сильно не сжимается, как газ, что защищает наполняемые ею органы, особенно с полостями, сердце и легкие, от критического давления. Процесс же такого оттока и удержания крови за счет сжимания сосудов называется периферийной вазоконстрикцией. Затем Шеландер попросил волонтеров задержать дыхание, нырнуть, пристегнуться к нескольким спортивным снарядам на дне резервуара и сделать короткую, но энергичную разминку. Оказалось, неважно, насколько активно двигался человек, пульс понижался. Это означало, что их тела переходят в режим, в котором расходуют меньше кислорода. Это объясняло, почему бушей и утки под водой держались намного дольше, чем на суше, словно у них открывался внутренний резерв. Это же, вдобавок к остальному, помогло спастись и Крису Лимону. Шеландер провел еще серию экспериментов и выяснил, что для активации этого защитного нырятельного рефлекса человеку достаточно даже просто опустить воду в лицо. Проверяли и в барокамере, давление не запускало механизм, только вода и обязательно лицо. Рука, нога или даже если по шею не сработает. И еще важно, чтобы вода была заметно холоднее окружающего воздуха. И нужно, вдобавок ко всему, задержать дыхание. Так рефлекс вызывают иногда в медицинских целях, пробуют лечить некоторые аномальные состояния сердца, особые разновидности тахикардии, то есть нарушения ритма. Но клиническое использование пока лишь экспериментальное. Шеландер называл такую реакцию нашего тела буквально главным рубильником жизни. Ее хорошо знают и умеют ей пользоваться профессиональные фридайверы. Люди, которые ныряют на глубину без аквалангов и другого снаряжения для дыхания. И то, что они делают, до сих пор поражает и врачи, и биологов. Но перед тем, как продолжим, очень короткая и бодрящая рекламная пауза. Детская загадка, которую решали в Пентагоне за миллионы долларов. Четверо бедуинов стоят на краю пустыни. Это последнее место, где можно пополнить запасы. У каждого по верблюду. Они и все должны доставить кофе в поселение в центре пустыни. Идти каравану 4 дня. У верблюдов запасы воды только на 5 дней. Если бедуины сотрудничают друг с другом и могут передавать между верблюдами воду, не проливая ее, не теряясь испарением, то как возможно, чтобы хотя бы один из них доставил посылку с кофе в центр, и все они, все бедуины, вернулись обратно в стартовую точку с полными запасами воды. То есть сумме у них на всех четверых было бы в запасах на 20 дней. Эта задачка — серьезная логистическая проблема. Решения подобных после Второй мировой войны финансировали ВВС США. Они важны и для освоения новых регионов солнечной системы. Правильные ответы и главное решение вы найдете в описании под роликом. А чтобы ломать голову было особенно приятно, можно заварить ароматный кофе. Не знаю, как у вас, я только от одного аромата начинаю бодриться и оживляться. И лучше, когда кофе свежеобжаренный. Но и варить-то я его ленюсь, а обжарка это уж совсем невозможно, думал я. Но оказывается, можно заказать, если до обеда, и в тот же день тебе обжарят кофе. Интернет-магазин Тейсти Кофе. Это, по-моему, рай для кофемана. Они закупают свежий урожай Африка, Америка, Азия и готовят зерна небольшими партиями прямо перед отправкой вам, чтобы аромат и вкус были свежими и максимально полными. Кофе из супермаркета я давно перестал пить, и тут мне Тейсти Кофе прислали на пробу свой фирменный продукт. И кажется, это ренессанс бывшего кофемана. Заодно я узнал, что есть такие штуки, как дрипы, кофе в пакетиках. Это когда спешишь бесценно. Залил кипятком прямо в кружке, и не надо тебе кофемашины. Хотя есть, конечно, у ребят и для аппаратов зерного, да и для остальных способов тоже большой выбор. И кофейные напитки. Мне, например, привезли кофе Тоник. Сбодриться к холодным кофе перед тренировкой самое то. Словом, стоит попробовать в первую очередь тем, кто по-настоящему любит кофе. Потому что уж вы-то оцените. Тем более при заказе от 600 рублей доставка вовсе бесплатная. А за каждые 6 пачек вас ждет подарок – кофе, чай или полезный аксессуар. Кроме того, для вас будет действовать скидка 15%. Надо только будет ввести промокод САЙВАН. Желаю лучших вам кофейных радостей. На момент записи ролика мировой рекорд погружения на глубину человеком на одном дыхании и без какой-либо защиты – 212 метров. Австриец, и, что примечательно, тоже пилот, Герберт Ницш, попытался побить свой же рекорд и взять уже 250 с лишним метров. Это как небоскреб, но на 80 этажей вниз. На такой глубине легкие под давлением сжимаются до размера лимона, а из конечностей уходит почти вся кровь. Герберт без проблем опустился и уже повернул назад, как внезапно. Он оказался на грани гибели. Вот кадры, как его уже в полусознательном состоянии поднимают на поверхность и везут в аэропорт, чтобы доставить в главную больницу в регионе, в греческих Афинах. Еще недавно, атлет, теперь он учился заново двигаться. Не мог даже ровно держать перед собой руки или пробежаться. Дело в том, что там, на глубине, Герберт потерял сознание. Это не было случайностью. Он испытал азотное отравление или азотный наркоз. Механизм этого явления до конца не ясен. По какой-то причине молекула азота, а он всегда содержится в обычном воздухе, которым мы дышим, на больших глубинах может проникать глубоко в ткани к нервным клеткам и угнетать центральную нервную систему, вызывая нечто вроде опьянения. Поэтому явление еще называют эффектом Мартини. Человек чувствует эйфорию, теряет координацию. Могут появляться даже видения. На отметке 80 метров Герберт в прямом смысле уснул. Продолжал его поднимать аппарат с балластом для движения вверх-вниз. Это он, похож на колпачки. Страхующие водолазы обнаружили Ницше только на глубине 26 метров. В итоге он не сделал нескольких обязательных остановок. А они критически важны, чтобы давление в теле выравнивалось поэтапно и кровь не забурлила от быстрого подъема. Но атлета доставили как есть. На поверхности он сначала очнулся и попросил маску. Скорее нырнул обратно, чтобы дать телу хоть немного времени на декомпрессию. Но это уже не помогало. Его организм часть за частью не имел. Атлет переставал понимать, что происходит. Еще по пути в больницу Герберт впал в кому. В первую неделю у него была жесточайшая амнезия. Не мог вспомнить даже имен друзей. Едва произносил слова. На восстановление ушло два года. Сейчас он снова бесстрашно погружается в океан. Истории Ницше и других дайверов, особенно тех, кто так и не смог выбраться, показывают, что опасно, как ни странно, не столько само погружение, сколько возвращение обратно. Опытные дайверы говорят, что 30-метровую глубину может покорить любой здоровый человек в хорошей физической форме после примерно недели интенсивного обучения на море. Для 40 метров нужен уже год регулярных тренировок. 50 метров – два года. А глубины свыше 80 метров – это удел людей биологически предрасположенных, которым при всей их одаренности все равно нужны годы и годы тренировок и погружений. Если окинуть всю историю этих исследований одним взглядом, то можно заметить, что многое мы начали узнавать лишь благодаря безумцам, которые, вопреки здравому смыслу, подступили к пределам известных нам человеческих возможностей и рискнули сделать то, что с точки зрения науки было безрассудством и верной погибелью. Это первопроходцы заставляли ученых пересматривать свои взгляды и погружаться глубже в скрытые в нас механизмы и менять представления о наших природных возможностях. Но чего все они так жадно ищут в этой бездне, ради чего возвращается в эту колыбель жизни, где, если не зародилась она, то точно миллионы лет развивалась перед тем, как выбраться на сушу. И Крис Леман, и Герберт Ницше, и многие другие дайверы с опытом говорят о непередаваемом чувстве полета и свободы. По мере погружения ощущение, будто твое тело сливается с океаном и кажется, что ты начинаешь его чувствовать каждой клеткой, словно ты больше не гость, а часть этой бездны. Но это, конечно, иллюзия. Мы знаем об океане, похоже, меньше, чем о космосе. Из-за близости океана мы его недооцениваем. Он занимает две трети поверхности Земли и служит домом примерно для половины всех живых существ, известных науке. И здесь мы даже не гости, мы чужаки, которые, несмотря на всевозможные технологии, эхолокации, спутниковых наблюдений, зондирование, едва ли догадываемся, что еще скрывает эти глубины и что на самом деле там происходит. Сейчас у нас есть только одна действующая подводная станция, но уже запущен проект по созданию чего-то вроде МКС в океане. Только это будет не одна, а целая сеть станций, откуда человечество, возможно, скоро начнет новую подводную Одиссею. Чтобы это увидеть своими глазами, надо дождаться полнолуния и нырять, когда наступит ночь. В воде можно провести долгие часы, но так и не застать тот самый момент. Его пока никто в мире не умеет предсказывать. Занимает он всего несколько минут и начинается незаметно. Тысячу живых кораллов одновременно выпускает крошечные белорозовые шарики и на километры вокруг под водой словно поднимается пурга. Эти комочки – гаметы, то есть половые клетки, и сперматозоиды, и яйцеклетки. Чтобы они встретились на просторах океана, извержение должно наступить синхронно не только у одной колонии, но и у соседних, и даже у тех, что за километры отсюда. Тогда шансы на оплодотворение будут хорошими. Получаются новые комочки, они называются личинки пландола, и могут дрейфовать в воде неделями, но рано или поздно где-то оседают, закрепляются и получаются новые полипы. Из таких вот и складывается целая колония кораллов. Многие годы после открытия этого явления одновременного извержения гамет ученые не могли понять, как эти примитивные животные могут действовать так синхронно на таких расстояниях друг от друга, не имея какого-либо подобия единой нервной системы или естественных для обитателей океана способов коммуникации. Ведь за весь год полипы должны сделать это всего несколько раз, и каждый раз все вместе синхронно. В какой-то момент самые горячие головы стали говорить о коралловой телепатии. Мол, синхронность сохраняется даже если отделить полипы и отвести на другой конец света, и там он выпустит свои шарики в ту же минуту, когда его братья и сестры делают это дома. Большой вклад в научные решения этой и многих других загадок внесла станция «Аквариус» в архипелаге Коралловых островов на юго-востоке США. Она залегает на глубине 20 метров, и на сегодня она единственная в мире. Были и другие, но их позакрывали или не стали чинить после аварии. Да и «Аквариус» чуть не пустили на лом, когда американский конгресс при Обаме хотел сокращать расходы на исследования. Ученые еле отбили. Океанографы, биологи и другие живут на «Аквариусе» месяцами. Условия во многом тяжелее, чем на МКС. Здесь постоянная влажность, 100%. Бактерии и грибки размножаются мгновенно, постоянно скачет давление из-за волн на поверхности, нужно все время продувать уши. Туалет может в любой момент взорваться. Так уже не раз бывало, и содержимое буквально разлеталось во все стороны. Все из-за скачков давления в трубах. Исследователи в какой-то момент стали исправлять нужду прямо в отверстие, которая служит входом на станцию. Одного не самого удачливого биолога за пятую точку укусила какая-то очень зубастая рыба. Было смешно, но заживает раны при такой сырости очень тяжело. Даже обычный хлеб при таком давлении мгновенно превращается в плотное месиво, которое трудно жевать. Припасы регулярно спускают в контейнер из катера поддержки. Так что жизнь проходит в изоляции. Словом, жить и работать месяцами в таких условиях могут только люди по-настоящему одержимы океана. Станция очень важна для исследований, потому что она находится в особой зоне, которая называется фатической. Это относительно тонкий слой океана. Он занимает всего 2%, но там обитают, по современным оценкам, 90% морских существ. Главная особенность этого слоя — туда проникает свет, а значит там может протекать фотосинтез, преобразование энергии Солнца в энергию химическую. Так водоросли именно в фатической зоне производят почти 70% кислорода на планете. А еще там живут и множится мириада простейших организмов, которые служат базовой пищей для многих других обитателей океана. За счет того, что ученые на аквариусе все время на глубине, их тела адаптированы к давлению, как у сатрационных водолазов. Так что ученые, как Крис Лимон с коллегами, могут часами работать на глубине, например, исследовать коралловые рифы. Так, данных о жизни кораллов накопилось достаточно, чтобы понять, что телепатия у полипов — это неудачная шутка и не более. Зато у кораллов обнаружили светочувствительные клетки. Еще не глаза, но хватает, чтобы реагировать на лунный свет, различать фазы светила и отличать от Солнца. Так выяснилось, что полнолуние — это один из ключевых элементов, которые делают выпуск гомет в океан синхронным. Но не единственные. Еще важна температура воды. Она должна находиться в довольно узком пределе, чтобы сработала. Едва решили эту загадку, как появилась новая. Кораллы начинают терять свою потрясающую синхронность. Теперь разница между залпами половых клеток может доходить до дней, и даже недель и месяцев, из-за чего не получается вот такой как бы снежной пурги из половых клеток. Это показало совсем новое исследование. Рассинхрон может угрожать кораллам массовым вымиранием, и мы пока не знаем, что с этим делать. Возможно, мы сумеем иначе взглянуть на многие загадки и процессы в мировом океане, когда снова начнем погружаться в его глубины во имя исследований. Жак Эвкусто, великий океанограф и изобретатель первого безопасного аппарата для дыхания под водой, сумел обратить внимание человечества на океан в эпоху, когда все взгляды были устремлены к звездам. Французы прислушивались и в капиталистическом лагере, и в коммунистическом. Его любили и принимали как дорогого гостя в Советском Союзе. Большой романтик Кусто мечтал, чтобы люди перестали бороться с природой и начали хранить ее и сотрудничать с ней. Он верил, что океан может стать великим учителем для людей, ведь перед этими безднами мы оказываемся равными. Это наш космос, которым мы связаны на самом глубоком биологическом уровне. Поэтому француз построил одну из первых подводных станций и прожил там три месяца, занимаясь исследованиями. Кусто был великим романтиком, и свою любовь ему удалось передать миллионам людей. Но мир забыл старика после его смерти. А его внук Фабьен Кусто не сдается. Он провел месяц на станции Аквариуса и теперь мечтает сделать то, что не успел его дедушка. Первая станция и сети, которую строит Фабьен, будет называться Протей. Она будет залегать в 18 метрах от поверхности, недалеко от острова Кюрасао на Карибах. По проекту это будет модульный комплекс. Отдельный ангар для исследовательских подводных лодок, отдельно сельский блок для выращивания еды под водой и исследование возможностей для автономной жизни в таких условиях. Будет и модуль для туристов с системой вентиляции и отвода влаги, чтобы люди, далекие от науки, смогли почувствовать океан изнутри и полюбить его, как не позволяет ни одно любительское погружение и ни один документальный фильм. Первую станцию построят уже в следующем году, но еще два года уйдет на установку и запуск. Не знаю, как у вас, а у меня теперь стало еще на одну мечту больше. Надеюсь, и у вас. Не для этого ли нам нужны наука и технология на самом деле? Пусть только такая бездна будет манить вас в свои глубины. И пусть она вас только вдохновляет. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что поддерживаете выход новых видео. Здесь, с помощью этой кнопки на Ютубе, на Бусти, есть страницы и там, и, конечно, на Патреоне. Особенно. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Петр Кандауров, Андрей Полевой, Айди Багер, Павел Дунаев, Алексей Леонов, Роман Шестаков, Джан Кай, Олег Жин, Алена Мысакова, Леонар Хуснулин, Михаил Изайцев, Андрей Кезиков, Евгений Дар, Артем Пербушин, Павел Борский, Александр Кашуков, Светлана Забегаева, Серега Ка, Максим Менделев, Ренат Бальбеков, Хапчинск, Юрий Маслов, Арсений Потапов, Роман Лога Машина, Александр Зизиздинов, Владимир Емщуков, Василиса Версус, Сергей Попов, Евгений Балахнин, Эмин Конбаров и всем, кого не упомянул. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. С вами был Влад, это Сайван. Мирного нам неба и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok